Девушки отдыхают Георгий, 30 лет. Первая возлюбленная считала его бабником, а вторая выкачивала из него все деньги и не давала ничего взамен. Георгий – диджей, ведущий свадеб и праздников. В прошлом мастер спорта по акробатическому рок-н-роллу. Гордится тем, что он коренной москвич. Предупреждает, любит быть в центре внимания и постоянно себя нахваливает. Живет с отцом. Георгий не волнует хозяйственные навыки избранницы. Главное, чтобы девушка была веселой и коммуникабельной. А еще она никогда не должна показывать мужчине, что умнее него. Здравствуйте, Георгий. Мы рады вас видеть снова у нас на программе. Здравствуйте, мне тоже очень приятно. Интеллигентный, улыбчивый. Мне кажется, это очень подойдет. Здравствуйте, Зинаида. Нам приятно, что вы пришли поддержать своего брата. Я надеюсь, вам приятен мой голос сегодня. Что делать? Здравствуйте. Много выстрелировала. Перепады давления и перепады температуры. Ну, я думаю, вы меня услышите. Конечно. Вы приходили к нам, боролись за девушку из Новосибирска. Да, совершенно верно. Мы очень советовали ей присмотреться к вам, но она вас не выбрала. Я помню вашу поддержку. Спасибо большое. Очень приятно. Обидно было? Ну, ее как победитель по духу, конечно, хотел победить. Расстроились? Не сильно. Ну, хорошо. Георгий, а что-то изменилось в вашей жизни за это время? Знаете, нет. Хотя даже мы с той невестой оказалось, что рядышком живем, поддерживаем отношения, но скорее теперь дружим. А, то есть все-таки отношения поддерживаете? Да. У вас все истории какие-то были в жизни несерьезные, вроде 30 лет парню. Давайте так быстренько пробежимся для тех, кто не видел эту программу. Ну, вы знаете, была девушка, с которой я встречался два года. В принципе, не скажу, что это несерьезно, да? Все-таки уже срок, согласитесь. Я надеялся, что это вот то, что нужно. Тем более это совпало еще с тем, что у меня не стало мамой. Она меня очень поддерживала первое время. И, ну, знаете, как это, наверное, могло бы быть, перешло бы к свадьбе. Конечно. Но постепенно человек стал раскрываться, и мы просто поняли, что мы... Что стало в ней напрягать? Достаточно властный характер. Плюс она совершенно не понимала мою творческую, как бы, натуру, творческую профессию. Какие претензии предъявляла? Вот, и постоянно на своей работе. Да, Георгий, это классика, жанр, потому что все девушки хотят, чтобы мужчина привозил или приносил большую зарплату, но при этом был рядом, да, на диване. Как можно это не понимать? Это же, а ты будешь его понимать, и он будет тебя понимать. Георгий, ну, они же думают, что если вы на корпоративе, то вы там только, да, и развлекаетесь. Что-то тяжеленная работа. Да, вы знаете, даже по имиджу ведущего, ну, как бы не очень красиво, наверное, сразу с кем-то знакомиться. И если даже фотографируешься, то просто фотографируются с тобой, потому что ты ведущий. Да, да. И больше ни почему. Вы уж меня понимаете. Присесть нельзя. Но она все-таки однажды нашла фотографии, где вы там в обнимку стояли с девушками. Да, это действительно просто общие знакомые, которые случайно пришли на эту вечеринку. Я, естественно, был рад их видеть случайно. А она проверяла телефон или где она фотографию нашла? Да, ну, фотографию я нашла в интернете, просто на сайте, который не имел ко мне отношения. Ну, вы бы сказали, что если бы я хотел скрыть что-то от себя, дорогая, то точно я бы не вы... Именно так я и сказал. Конечно. Ну, разве это может... Нежелание общаться даже с друзьями. Да, это, конечно, еще один был большой минус. С девушками, с друзьями. Ну, вот интересно, как насчет его увлечений шумных компаний, тусовок. У него все-таки тоже работа такая. Не будет он пропадать? Не тусовщик ли он? Я надеюсь, что будем пропадать вместе, да. А с вами как, Зина, она? Вы знаете, никак. Потому что я очень хотела подружиться. Естественно, всегда рады новым людям в нашей компании. А мотивация какая? Вот, мотивация, честно говоря, для меня непонятна. Ну, мне она говорила так, что... Я не обязана с ней дружить, она мне не нравится. Сестра не нравится. Причем была ревность даже ко мне. Откровенно. Ну, мне, да. Или обвинение, что мы проводим времени слишком много вместе, а поскольку у нас, у обоих творческие профессии, мы работаем вместе. Потому что девушка с плебейской ментальности, выходя замуж, у нее одно желание, чтобы умерли сразу все родители, родственники, сестры, оставили хорошее наследство, чтобы мужчина был подкаблучником, предлежал только ей. Понимаете, это мечта практически всех женщин. Ну, да, ну, знаете, умно. Находить неучий язык всегда сложнее. Вы знаете, мужчины тоже хотят... Жениться надо на сироте, помните, классику, да? Да, Георги расстались мирно. Да, вы знаете, ну, я вообще человек неконфликтный. Да, по нему видно, что он неконфликтный. Да, 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 у него лицо такое добродушное. Да. То есть я, типа, опять буду и мы самые эмоциональные в отношениях. Наверное. Рушить там все. Рушить, помочь, знаешь, волиться. Попадать только такие, неэмоциональные. И вот вы познакомились со второй девушкой, которая вам тоже показала небо в алмазах. Приезжая. Да. Пожалел, что ли? Где ее взял? В интернете познакомились. Вот такой красавец, конечно, знакомиться больше негде, правда? Ну, вы знаете, не поверите, время такое и действительно, ну, сложно. Как я уже сказал, повторюсь, что на программах очень сложно, имидж не позволяет. А в интернете есть иллюзия выбора. Вроде посмотрел, много фотографий, ощущение того, что возможности много. Да, конечно, скорее иллюзия, но тем не менее, все-таки, да, есть. Так вот, вы познакомились с девушкой, откуда она приехала? Из Крыма. Из Крыма. Загорелая вся такая крымчачка. Глаза черные, родственников много. Да, глаза горят, и все так сразу. Спортивная. И на фоне, на фоне вашей прошлой девушки и с сестрой была не прочь подружиться, да? Да, они подружились, кстати, да. Семью быстренько вошла и... Ну, тоже, как, ну, знаете, всегда первые месяцы такое, все красиво, радужно, а потом... Это мы умеем, конечно. Ну, да, да, да. То есть, Георгий... Вы даже вместе съездили отдохнуть в море. Вы знаете, я вот... Да, да. Вы стали советовать брату, Георгий, вот это то, что надо нам, семью, да? Да, 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 то, что было такое было. Она не открытая, девчонка действительно и симпатичная, и спортивная, все хорошо. А когда показала свой норов уже, по приезду? Да, по приезду. Или там стала просить сувенирчики? Ну, там, конечно, тоже, но это все, в любом случае, романтика, все понятно, тем более курорт. Она работала, училась? Она работает, все вроде неплохо, копит, ну, ипотеку взяла на квартиру в Москве. Поэтому копили себе на квартиру, а жили на вашу. Ну, она копила, да. Да, жили на ваши деньги. А что за претензии у нее были? Почему она стала вынимать-то из вас все? Ну, что ты недостаточно, там, крут для меня, это была вот конкретная фраза, да? Недостаточно много денег, недостаточно спортивный. А сколько денег-то давали-то? Может, правда, недостаточно дали ей, там, 10 рублей, и все? Нигде в мире нет такой практики. У нас абсолютно все, вот я давно сказала, бытовые проститутки. Вроде как бы с одним, но все равно за деньги. Лариса, ну подожди, а что ж получается? Девушка должна сама за себя платить, сама себя покупать. Никто не говорит, вопрос с какой-то целью калялку знакомит. Никто не говорит, но она, зарабатывая деньги, приличные, объявила. Это, знаешь, получается такой способ экономии. Я с тобой поживу на твои деньги пока, покоплю себе, собственно, на квартиру, а потом я от тебя, ну это же открытая история. А она что просила-то? Может, действительно, там, на хлебушек не хватало? На хорошего, дорогого косметолога. Знаете, была ситуация, допустим, для меня непонятно, как можно ехать с человеком отдыхать за его счет, будучи знакомым в знакомстве только неделю. Соглашусь с вами. То есть я бы, допустим, себе такого не позволила. Да, обещала, что там вернешь деньги, я просто не хочу как бы эту тему поднимать тоже. А, то есть она как бы еще пообещала, да? Да, конечно, конечно, я не нахлебница, мы все вернем, я все верну. Он абсолютно нежадный человек, он очень щедрый, очень добрый, открытый. Он давал добровольно же. Ну, конечно. Все добровольно и все от души. Но когда пошли еще обвинения, то, что все равно... Ну, да, то есть, либо обвинять, либо пользоваться. Ну, правда, про крутизну, это, конечно, прямое оскорбление. Вы, в конце концов, не вареное яйцо, а мужчина, да? Для того, чтобы доказывать крутизну. А после этого стало говорить, что мало денег заработать. Ну, еще давал заветы по работе, по моим. При других людях она могла сказать, что бывшие мои молодые люди были более спортивны. Твой живот мне мешает. Да, а мне нет, надо быть более уверенным в себе, и так и отвечать. Нет, ну, собственно, меня сложно смутить. Георгий, ну, в этой ситуации я вам хочу сказать, за что боролся. Сам нашел, никто в дом не пришел, не постучался, не остался насильным. Ну, так ведь и не бывает. Вы сначала хотите спать с непотребленными девицами, потому что они хорошо выглядят. Но это не входит в комплекс еще ее хороший нрав. Приличное поведение, хорошее воспитание и хорошая семья. Вот и все. Либо берете в себе, так сказать, сожительницы то, что вас устраивает, либо не терпите. А вот вы, как я поняла, любите, чтобы и вас нахваливали, и сами себя любите нахваливать. Ну, вот похвалите себя, чтобы было понятно. Как нашим невестам, вот сейчас они придут, вас похвалить, вам будет приятно. Ну, я считаю, одно из моих достоинств, я ни пью, ни курю. А, то есть говорите, мой мальчик, какой хороший, не пьют. Георгий, это я понимаю, мужчина. Не пьет, не курит. Здоровые, будут здоровые дети. Это прекрасно. Георгий, у вас полно достоинств. Вы имеете право выбирать ту, которую хотите. Вы имеете право на счастье. Только уже не попадаете сегодня. Как-то вы свои мужские инстинкты, немножко пыл этот... Ну, я немножко уже остудил свой пыл. Остудите, да. Поэтому мы будем руководствоваться разумом. Хорошо? Обязательно, конечно. Ну и, конечно, мы вам каракатицу никак не подсунем. Я думаю, сейчас будет самое красивое. Вы тоже будете сегодня активны, хорошо? Розово. Ну, Георгий, я просто вам и нашим женихам, которые смотрят нашу программу, хочу напомнить, что ухаживать, вообще быть в состоянии жениха, это дорогое удовольствие. Чтобы найти свое, поухаживать придется как минимум за десятью. Поэтому давайте делайте задело в материальном плане. Почему? Потому что прижимистый мужчина, это асексуальный мужчина. Просто ухаживание, они постепенно должны переходить в некий взаимообмен. И женщина где-то ухаживать должна за мужчиной, не только сидеть и ждать ухаживание от мужчины. Сегодня я хочу все-таки разглядеть в женщине, или в девушке молодой, скажу так, ту, которая готова себя продавать. Ну уж извинить за такое сравнение, но вот есть такое же качество, как сформировавшаяся привычка. Конечно. Вот хочу от этого вас уберечь. Щедрость важна, но она не должна быть, когда люди тратят деньги просто налево и направо. Сегодня очень ценный день, потому что он позволяет поставить точки над «и» в любом вопросе. И позволяет как бы выработать четкое мнение. Мне кажется, что сегодня вы способны наших девушек увидеть вот как под рентгеном. Может быть с нашей помощью. Ну, я очень на вас надеюсь. Спасибо. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Георгий. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Ребята. Привет. Меня зовут Виктория. Привет, Виктория. Очень привет. Виктория Георгий. Виктория Георгий. Очень красивая девушка. Сразу в белом пришла. Ты посмотри, какая самоуверенная девушка. Здравствуйте, Виктория. Мне как-то стало нравиться, что женихи и невесты иногда приходят без поддержки. Потому что поддержка раза три или четыре только сработала, правда, за эти годы. Потом это фокусирует внимание на самом женихе. Конечно, да. Потом, опять же, безграмотные сваты не сбивают с толку. Виктория, давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Виктория, 25 лет. Ведущий специалист в управе жилищного отдела. Гордится своим воспитанием, считает себя педантичной хозяйкой. Признается, что любит ходить по квартире голой. Своим главным грехом считает обжорство. Как только Виктория стала жить с возлюбленным, к ним тут же переехали все его родственники. Вика не захотела жить в общежитии и ушла от парня. Надеется, что Георгий готов к самостоятельной жизни. Я всегда была уверена, что именно так, как вы, выглядят обжоры. И никак не по-другому. Я без спорт. Молодец. А вот эта вот любовь ходить по квартире голой, когда вы одна или наоборот вам нужны зрители? Одна. Ну, если не нравится мой мужчина. А ну как, почему? Отгадайся в трех раз. Голая и на шпильках. Класс, мне нравится. Не ханжи. Не ханжи. Ну, для того, чтобы понравиться мужчине. Видишь, что я же и говорю, она такая уверенная девушка, пришла в белом, без подружек. То есть, она полная уверенность, что она взяла, пришла, победила и ушла. Юка, что у вас там было с женихом? Расскажите эту историю. Ну, все было замечательно. Мы познакомились. Отношения стали быстро развиваться. Мы спустя некоторое время стали жить вместе. Мы переехали к нему. Да, переехали к нему. Мы стали жить вместе. Завели, так называемое, мини-ребенка в виде собаки. У нас все здорово. Пробный ребенок называется. Дети есть у них? Нет, это собаку она завела. Пробный ребенок. Пробный ребенок, да. Спустя четыре дня переезжает нам его мать, сестра и отец. А родители же приехали с сестрой, потому что у них там ремонт был. Изначально ремонта не было. А вы месяц были знакомы? Да, мы были знакомы вместе. И вот родители переезжают, и вы начинаете жить вместе. Очень тяжело жить с родителями в одной квартире и со своим молодым человеком, с его родителями, да? Это вообще не важно. И что тут не заладилось, расскажи. Мать стала влазить на наши отношения, чтобы я просыпалась не в 6 утра, а просыпалась в 5 утра, гладила ему рубашки. Я так же работала, как и он. То есть я ездила на работу 2 часа, добиралась. И просыпаться в 5 утра для меня, ну, я люблю поспать, поесть и поспать. С вечера можно было рубашки погладить. Ну, с утра. Почему-то именно было вот так. Почему? Что они тепленькие, чтобы были. Она требовала. Она подходила с будильником к вам. Вот она, как она живет тем образом жизни, да, что она просыпается в 5. И меня пыталась, ну, к этому подвести, наверное, да. Я понимаю. Нет, ну, я это делала. Я, как бы, гладила рубашки. Конечно, не в 5 утра, но гладила. Я это сама хотела. Но никто, я не должен был мне говорить, что я должна, что не должна. Я сама решу, что я должна. Виктория, послушайте, вы совершили первую ошибку. Вот как только вы увидели, что родственники из-за ремонта переехали к нему, нужно было собрать вещи, уехать к себе домой и сказать, «Любимый, пока вы там ремонтируете, пока вы все вместе, давай поживем, повстречаемся так». У меня были такие слова. «Ты у меня останешься, я у себя». Понимаете, а вы у вас... Были, но моя слабость. У вас даже не было статуса постоянной его девушки. Что это такое? Конечно, мама имела право на все. Он пригласил вас и, наверное, испугался и думает, вот я идиот. Столько времени, а она уже у меня ведет себя как хозяйка, как жена. Нет, думает, дай-ка я сейчас так, возьму, приглашу своих, потому что ему неудокно было вам сказать. Они ее и выживут. Ну нельзя на себя возлагать такое. Вам еще... Вы получились как персонаж из анекдота. Переночевала, уже утром, говорит, в зеркало перенесем на кухню, а вот сюда поставим тумбочку. Это не моя инициатива была переезда. То есть он... Но даже если вас молодой человек пригласил к себе пожить, ну не нужно начинать себя вести как хозяйка. Вы там еще не были, хозяйка была его мама, отец, его сестра. Слова человека были изначально. Послушайте, ну вы сами про себя же должны все понимать. Ну месяц, ну Вика, милая, ну просто неприлично, понимаете? Ну неприлично через месяц уже предъявлять какие-то требования. Конечно, в чужом доме, не на всех хозяйничек. Да, здесь права абсолютно. Поэтому и конфликт, конечно, мама скажет вам, здрасте. При родственничках там голые, не проходили на кухню? Нет. Не рискнула. Вы что-то голые. И папа. Открыла холодильник, тебе говорит опять с утра, не пожрать, не выпить. Захлопнул, папа умер тут же, конечно. А образование у вас какое? Высшее юридическое. Работаете по специальности, да? Я работаю на госслужбу, да, по специальности. Хорошая девушка, только если вы нас услышали, не торопитесь, не бегите впереди паровозом. Все-таки с родственниками мужа, с родственниками жених лучше дружить. Шоп там не было, понимаете, как говорят у вас на Украине. Девочка моя, покажите мне сюрприз. Судите? Да. Судимся, расслабляемся. Можно снять очки? Можно попробовать. Я закрою вам глаза. Трусами? Нет. Ничего не видите? Ммм, ничего. Да, интересно, что это? Это что-то эросического характера, мне кажется, будет. Сданать уже можно. Может? Да, да. Кстати, вот так вот. У вас очень приятные руки. Спасибо. Чувствуется мужская сила. Похож на Зору. Зору, я тебя искала. Да я немножко продемонстрировала вам один из наших мини-вечеров. Угу. Надеюсь, вам будет приятно. Намекнула то, что если он ее выберет, то его жизнь будет постоянная, в эйфории, и он будет наслаждаться массажем и так далее. Ишь ты какая! Пожалуйста. Трубка. Чтобы у меня мужчина был сильный и здоровый. За вас. За вас. И за вас. Спасибо. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, проходите, и вы в комнату. Спасибо. Георгий, давайте так. Прежде чем я выслушу ваше мнение, я хочу зайти к Виктории в комнату. Подождите меня, хорошо? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я к тебе пришла. Прости. Птичка моя, очень ты мне понравилась, все делала не так милая, ни в прошлых отношениях, ни сейчас, все себе испортила. Ты такая нежная, у тебя какое-то удивительно открытое лицо. Вот тебя хочется взять и обнять, вот опять впереди паровозы. Ты мужчину этого не знаешь, видишь его первый раз в жизни. Это так интимно. Зачем ты? Я хотела спеть. Миленький зайчик мой, да. Не надо. Это было первое, что было. Хорошо, мой хороший. Вот так стелиться перед мужчиной тоже не нужно. Знаешь, выглядела, как маленькая девочка в маминых туфлях на шпильке. Понимаешь? Тебе это не подходит. Это не твое. Господи, это он тебе должен ноги мыть и воду пить. Понимаешь? Он должен с тобой ухаживать. Поэтому на будущее смотри, смотри и жди, чтобы от мужчины. Понимаешь? Поэтому мы хороши. Очень мне понравилось. Я сделаю все для того, чтобы ты была невестой. Я сама с тобой поговорю. Поскольку некому дать совет, я тебе дам совет. Я буду твоей поддержкой. Это тебе я обещаю. Мне редко нравится, девочки. Поэтому слезки вытри. Ты хорошая и живая. Спасибо. Как будто я перевязку ей ходила делать. Вы что мне аплодируете-то? Вы же не знаете, куда я ходила. Нам не показывали, сожиданно. Ну что, Георгий, дорогой, как вам? Ну, я симпатичная девушка. Первое впечатление приятное. Очень оригинальный сюрприз. Как-то очень неожиданно. Еще бы. Очень неожиданно. Трусами лицо закрыла. Чем? Ну, мне показалось. Трусами? Нет. О, Боже. Мужская фантазия иногда бывает просто безграничная. Это была обычная повязка. Я однажды пошла на пробу. Очень хотела. Прямо эту роль. Мне было лет 25, наверное, 27. Я так ее хотела. Я так нервничала. Ну, это сейчас называется кастинг. Тогда пробы. Я зашла в ресторан. Думаю, выпью грамм 50. Ничего не будет. Выпила какой-то коньяк левой. Покрылась вся пятнами. Думаю, где 50, там и 100. Выпила 100. Зашла, думаю, какой-то запах от меня. Я была на Ленфильме. Закрылась шарфом. Зашла в туалет, смотрю. Думаю, как-то накрашена плохо. Зашла еще. Я когда пришла в группу, они все обалдели. С красными пятнами, с какими-то перекрашенными глазами. Закрытая шарфом. Села от зажима нога на ногу. Режиссера спросила сигарету. Он сказал, вы где ее нашли вообще? Кто это? Это называется, вот когда все против тебя. И ты сам в первую очередь. Потому что я же не такая в результате. Я абсолютно другой человек. Вот это называется, вот начал неправильно. Поэтому я хочу сказать про Вику. Все не с того начала. Голос пропал, как у меня. Не стала петь. Придумала этот совершенно дебильный сюрприз. Что-то здесь лепетало про то, что она любит ходить голо. Девочка-манек не в ту сторону свернула. Что сегодня для Виктории со звездами? Тут дело не в сегодня, а дело в том, что у Виктории в гороскопе всегда. Мне сложно не показаться злобствующей на твоем фоне, хотя я могу сказать, что девушка жесткая, негибкая, к сожалению, не очень адаптивная. Ленивая, что ее потенциальная свекровь увидела сразу. Лень. Какая лень. Наверное, это очень вязывчик. Я хочу дать совет женщинам с сильной земной стихией, таким, как Виктория. Да, иногда нам бывает лень или не хочется делать что-то. Это правда. И у всех людей это есть. Но нужно хотя бы изобразить старание. Вот этот чайник. И еще. Человеку, у которого Венера делает аспекты в восьмой дом, могу сказать, что Венера – это любовь, восьмой дом – это финансы супруга. Бороться с будущей свекровью нужно за сердце своего любимого, а не за его финансы. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Георгий. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Удачи. Здравствуйте, Георгий. Я Мэри. Меня обаяла ваша улыбка лучезарная. Очень приятно познакомиться. И это маленький сувенирчик для вас. Спасибо большое. Спасибо. Проходите. Спасибо. Мне единственное, для Мэри не хватило красной помады яркой, черных перчаток до локтя и сигареты с мундштуком. Ну, чтобы была кровавая Мэри. Обязательно. Потому что так, как и вы Маша, все-таки не Мэри. С кем вы пришли? Я пришла со своими близкими подругами. Это Киана и Эмма. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Марина, 24 года. Раньше работала свадебным распорядителем. Теперь поет в музыкальной группе. Плачет, когда смотрит мелодрамы. И жутко боится тараканов. Признается, что больше всего на свете любит кильку и селедку. Без памяти влюбилась в галантного интеллигентного мужчину, а он ее предал. Надеется, что Георгий не заставит ее страдать. Вот прямо, если не разговаривать дальше, пара. Посмотрите, у вас один бизнес. Вы свадебный распорядитель. Я была свадебным распорядителем. Сейчас... Ну, я недалеко ушла от этой профессии. Сейчас я пою в группе. Вместе с девушками. С девушками. Да. У нас в группа. Расскажите про итальянского возлюбленного. Ну, он не совсем итальянец. Он москвич. У него просто был бизнес в Итарии. Мы познакомились с ним в Москве. Где-то полтора года назад. Я была на свадьбе распорядителем свадебным. Он был на другой свадьбе. Рядом. Они были прямо вот два зала. И так получилось, что на перерывчиках мы с ним случайно столкнулись. И как-то вот взгляды наши сошлись. В общем, закрутилось у вас. Закрутилось не то слово. Ты волнуешься, потому что у нее покраснело декольте? Ты думаешь, это волнение? Думаю, да. Наши с ним взаимоотношения складывались настолько феерично, быстро, что я даже не успела моргнуть глазом, как через какое-то время мы стали жить вместе. Когда узнали, что у него параллельно? Где-то мы прожили с ним полгода в идеальных отношениях. Как узнали? Через полгода он часто начал уезжать в Италию. Говорил, что у него какие-то проблемы с бизнесом. А в итоге мне позвонила как-то раз женщина и сказала, «Знаете, вы прекращайте фудрить голову парню. В Италии его ждет девушка. Через два месяца она рожает». Оставьте его, дядя, в покое, да? И эта женщина оказалась до ее матери. А я была в шоке. Честно говоря, для меня это был действительно удар. Какой кошмар. С ним отношения выясняли? Да. Я дождалась его после работы, приготовила ужин. И за столом я у него поинтересовалась. И что он? Он мне честно сказал, что такая история действительно есть. Что в Италии он встречается полтора года со своей женщиной. Русская? Итальянка? Русская. Русская. То есть он в вас влюбился, когда та была беременна два месяца? Да. И он не рассказывал мне о ней, потому что боялся потерять. Он готов был жениться на мне. Он готов был оставить ее. То есть он сказал, что ребенку помогать буду, но выходи за меня замуж, да? Да. Потому что любил вас. А вы? Вы знаете, мне было очень тяжело. Мне нужно было взять паузу на тот момент. Как-то обдумать эту ситуацию. Чего простить не могли? То, что обманул вас? Или то, что там ребенок? Что вас остановило? То, что полгода, казалось бы, идеальных отношений. Он жил во вранье. И я не подозревала об этом. Как его простить за то, что он изменял в открытую? Знаете, самое обидное в том, что раньше я как-то к мужчинам относилась, ну, наверное, не потребительски, а позволяла себя любить. Мне было страшно, что меня обидят. Поэтому думала, что лучше пусть любит меня мужчина. А после этого я, после последнего моего мужчины, Сергея его звали, я поняла, что я могу любить сама. Я готова дарить ей тепло. Сейчас можете сказать, что вы лучше разбираетесь в мужчинах? Определенно. Значит, вы сейчас чем зарабатываете? Поете. Да. Поэтому я полазила по интернету и посмотрела ваш тут вот клип. Непонятно, где снят. То ли притон, то ли еще что-то. Кровать. Вы с какой-то плотинкой в прозрачном белье целуетесь. Тодоба вообще. И шо ж теперь вот с такой вот, извините, визитной карточкой мы завтра. Вы знаете, работа, работа есть работа, и не нужно порт, как бы, сценический образ с образом, который есть на самом деле. А вы планируете в этом образе и дальше работать? Вот на самом деле это ведь очень важно. Вам близки вот такие эротические, с вызовом шокирующие какие-то образы? Я думаю, это продюсер, правда? Вообще я люблю эротические фантазии, но только со своим мужчиной меня это... Навязал, наверное, да, сюжет этого клипа продюсер? Потому что мы на эстраде Третий мир. Просто отстой. Весь мир уже отказался, потому что понимают, что нет ничего круче голоса. Вы закончили что-то, что позволяете себе выходить на сцену и петь? Вы политолог, да? Я закончила... Да, я... Ну, у меня высшее образование, политическое. По профессии я не работала. Всегда я очень любила свой творческий потенциал. А капелла, можете мне что-то напеть с полкуплетика? Просто, пожалуйста, моя позиция. Ты в моей душе всегда, как путеводная звезда, нелёгкий путь мой освещает. Ой, очень классно. Мне очень нравится, когда он... Поэтому мы хорошо готовим. Мы не поём, мы готовим. Скажите сюрприз. Обними меня покрепче, мне будет сразу легче только лишь с тобой. И побудь со мною рядом, и утешь своим ты взглядом в тишине не мой. В твоих глазах мне окунуться на заре, с тобой проснуться всё, что я хочу. Остальное всё неважно, и ты скажешь мне однажды, я тебя люблю. Ты в моей душе всегда, как путеводная звезда, О всех моих тревогах знает. Ты в моей душе всегда, как путеводная звезда, О всех моих тревогах знает. Аплодисменты. Спасибо, девочки. Да, проходите в 텅, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Зинаида. Ты в моей душе всегда. И не отдам тебя я. Мы уже все выучили, да. Я таксор. Поэтому хочу сказать так, что в творчестве прежде всего я люблю профессионализм. Не люблю посредственность. Но в плюс этим замечательным девушкам хочу сказать, что, наверное, в компании с ними не скучно. Но неизвестно сколько. Это точно не скучно. С нами не соскучишься. Волнение, конечно, было, поэтому, может, немножко не раскрылось. Я думаю, что у нее, да, все впереди. Вообще симпатичная девушка. Это нельзя не отметить. Мне тоже Марина очень понравилась. Она действительно милая. У нее, на самом деле, был такой неприятный опыт этот любовный. Я не думаю, что за 24 года это единственная ее такая вот история. Потому что такого быть просто не может. Если она меня услышала, если правда она не будет сейчас терять время для того, чтобы вот этим скользким и легким путем пробраться туда, в шоу-бизнес, а займется делом, почему бы и нет? А вот я, кстати, не согласен. Я думаю, что сейчас организация мероприятий не занимает столько ленивой. А вот чтобы самому что-то исполнить, спеть или станцевать, или, не знаю, показать оригинальный какой-то номер, на это нужно что-то, да? А мне кажется, что надо почаще показывать фильмы нашего детства и пропаганду вести с точки зрения популяризации других профессий. Вот я, Мариночку, вязальщица-мотальщица, вижу просто вот прямо и в косыночке. Часающийся-мотальщица, Боже мой! Вот мне кажется, надо просто выбрать хорошую, нормальную, простую профессию. Но это ж не современно. И как реализовываться, и кстати, не хаба-среба-нашлаба. Она политолог, у нее высшее образование. Ну, какой она политолог? Она даже это слово выговорить не могла. Ну, Роза, нет и неправда. Марина умеет связанно изъясняться, что редкость для девушки ее возраста, она достаточно умна. Но она, к сожалению, относится к поколению конца 80-х, который, я считаю, ну, немножко потерянным. У них нет конкретной цели в жизни, они точно зависли между мирами и не понимают, что они еще люди и уже не советские, и еще не российские в каком-то смысле слова. Это, правда, очень-очень странное время, когда родители не понимали, что передавать детям, как их воспитывать, и поэтому целей, основы жизненной вообще никак не заложены. Они не понимают, к чему стремиться. Вот тут, конечно, нужны наставники, потому что если у тебя нет наставника, то наставником оказывается шайтан, как в той поговорке. Поэтому я считаю, что как раз ей с ее умом, с ее пониманием жизни, наверное, ей вот такой наставник, который поставит цели, был бы нужен. Но это точно не вы. Ей нужен давящий партнер, который будет ею управлять, а она с ним будет немножко бороться. Вы не давящий. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай пожениться» и я предлагаю Георгию встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, Георгию. Меня зовут Татьяна. Я очень тщательно готовилась к нашей встрече. Надеюсь, оправдаю это ожидание. Спасибо. Георгию. Симпатичная. Симпатичная. Здравствуйте, Танечка. С кем вы? Со своими хорошими подругами Мариной и Дарьей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Татьяна. 25 лет. Администратор в салоне красоты. Гордится первоклассным чувством стиля и вкуса. Мечтает стать известной и богатой. Признается, что однажды ей удалось пообщаться с существами из параллельных миров. Татьяна сначала открыто пренебрегала своим возлюбленным, а впоследствии об этом горько пожалела. Надеется, что с Георгием у них все получится. Танюш, вы читаете исключительно эзотерическую литературу. Почему? Да, сейчас да. Почему? Кто вас направил? Кто вам посоветовал? Никто не посоветовал. Я сама к этому пишу. Может быть, это после того, как у вас была какая-то встреча там с... С парапашкой. Нет, с каким-то там инопланетяном или что там у вас было? Расскажите. Да нет. Просто была, наверное, такая, как у всех людей бывает, депрессия. И слишком, наверное, я, может быть, ушла в себя. Вы нашли какие-то ответы на мучающие вас вопросы? Да, на все свои вопросы я нахожу. А какой вопрос на тот момент вас мучил больше всего? Что дальше? Зачем я здесь? Что дальше? Как дальше? И какой ответ получили? Зачем вы здесь? Что дальше? Ну, что самое главное, это нематериальные вещи. Главное, это душа. Что нужно развивать, что нужно самосовершенствоваться. И что земной мир это еще не конец. Может быть, она сама с параллельного мира? Может быть. Она с Марса. А вы откуда приехали? Я тут. Москвичка? То есть родители здесь. А живете отдельно от родителей? Отдельно. Ясно. Смотрите, вы получили образование. Закончили институт экономики и культуры, да? Да. Вы имиджемейкер. Это то, о чем мечталась? Да. Танюша, а вот парень, который за вами так долго ухаживал, стелился буквально перед вами, он был ваш сокурсник? Откуда? Нет. Сосед? Откуда? Просто познакомились как-то в дискотеке по молодости. Он влюбился, вы на него не обратили внимания? Он стал настойчив, да? Да. Видимо, это его как бы и... Подыгрывая. А он был старше вас? Да. А что не хватало в нем, чтобы вы на него обратили внимание? Ну, тогда я была молоденькая, ну, то есть, как сказать, может быть, не с такими мозгами, как сейчас. И вот два года прошло, два года он ухаживал, когда вы вдруг подумали, ну, все равно никого нет, дай-ка, пусть будет рядом, да? Да. Я как-то поехала отдыхать с подругой на месяц. И подружка сказала о том, что, ну, а что стоит тебе? Ну, вот с тобой он как бы полтора года уже ухаживает. Ну, что стоит тебе? Ты же от этого как бы не умрешь, ничего не случится. Пойди ему навстречу. Я пошла навстречу, я не пожалела, что пошла навстречу. Видимо, так и должно было быть. Как раз в моей книге об этом и говорят о том, что ничего плохого нету. Ну, конечно. Ничего случайного нету. Ну, в общем, у вас закрутился роман? Да. Но вы продолжали так же себя вести, вытирать об него ноги, да? Ну, честно, ну что, вы же не пришли на суд, мы же не судим вас. А вроде какая цель у вас была? Вот для чего вы это делали? Ну, конечно, может быть, самоуверенность, то, что человек никогда не уйдет, что хотелось как бы и погулять, и человеком быть. Столько вас уже добивался, конечно, куда он денется, да? Да. А он делся? Делся. Девочки, слышите же нас, правда? Кашля денется, потому что мужчина, что же человек? Вот из чего, допустим, вы в браке уже с мужчиной, в который вы влюбитесь, который полюбит вас, не повторите? Вот никогда. Вот просто... Ну, наверное, скандалов не буду устраивать. А вы устраивали? Ну... По какому поводу? Не, иногда скандальчик, кстати, неплохо. Ну, такой маленький, конечно, был, но значительный. Вы можете сказать, что вы сейчас себя хорошо знаете и знаете, чего вы хотите от жизни? Я не могу, конечно, на сто процентов так сказать, но все-таки цель виднее, чем раньше. А вот мне, кстати, по поцели. Вы мечтаете пригласить родственников когда-нибудь на свою яхту? А приблизительно это через... Ну, вот я хочу понять. Через сколько лет? Ну, вообще, желательно до 30. Ну, хотя бы до 35 точно. В общем, через 5 лет у вас яхта должна быть. А в курсе стоимости яхт вообще так прикидочная? Конечно, поэтому нужно как можно скорее... Тогда я не понимаю, зачем вы, Георгий, пришли? Он что, должен себя грыжево расти, что ли, чтобы заработать вам, ну, как минимум, на яхту? Нет, не только он должен заработать. Я должна в первую очередь, потому что я хочу сама быть личностью. А вы имиджмейкер? А вы тогда у кого будете имиджмейкером? У Филиппа Киркурова, потому что он богатый и щедрый. Если с помощью мужчины, с помощью его денежных средств приобрести себе яхту, то вполне возможно. Цель у меня, конечно, это за границей. Надо искать. За границей, чтобы что? Они, ну, себя как бы реализовать, ну, в плане как имиджмейкер. Почему именно за границей? Ну, почему не здесь, почему не дома, тем более, чтобы вы из Москвы? Да, вы из Москвы. Я вообще, как бы, думаю попробовать вообще себя везде, не оставаться же на одном месте всю жизнь. Скажите, а почему бы в своей стране не делать людей красивыми? Ну, почему вы все молодые хотите... Начать можно со своей страны, а потом закончить... Ну, 25 лет, но про какой начать? Милая, если вы хотите выйти замуж и успеть родить детей, успевайте делать это сегодня. Покажите сюрприз. Я хотела бы тебя угостить эротическим блюдом, которое называется жареный бекон с авокадо, с утроцовым соусом. Дероченька, знаете, буквально вчера корейскую молоковку сделала. Поедем сегодня ко мне угостить. С Георгием. С Георгием. С Георгием. Поэтому я готовила это для тебя. Очень долго. Поэтому, пожалуйста, попробуй. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Проходите. Как вам, Измелья? Я считаю, что Георгию просто с ней будет неинтересно. То есть разговор будет исчерпан, наверное, в первые 5 минут. Неинтересно. Ну, дело в том, что в первую очередь, наверное, с Георгием неинтересно. И это уже в самом начале передачи было ясно. Танечка, вот если вы хотите быть успешной и хотя бы ближайшие 10 лет получить яхту, то формулу успеха, запомните, это привычка преодолевать трудности и способность достигать поставленных целей. Вы учите эту форму, будете руководствовать, будет у вас яхта. Ну и, соответственно, жених хороший. Но пока не готова, к сожалению. Хотя, в принципе, можно взять на поруки. А чего бы нет? Муж тоже жену должен учить. Ну и образовывать, соответственно. Ну, согласен. Присмотритесь. Хорошенькая, сложена, прекрасная. Но вот такое ощущение, что девочки, это вот жертвы глянца. Начитались, насмотрелись. Все не туда, все не про это. Ну, есть такое жертва глянца, но я самосовершенствуюсь. Как им сказать, что это уже сегодня не модно, это уже не проходит, это уже такой отстой, это даже не вчера, это позавчера, что сегодня другие требования к девчонкам, сегодня другая жизнь. Сегодня мне казалось бы, ну, как-то свои мечты тоже нужно немножко перекроить. А звезды. А звезды... Который не любит сам себя, ему сложно полюбить другого. И как следствие, мужчинам сложно ее полюбить и к ней потянуться. Ей чуточку больше раскрепощенности, чуть больше любви к миру, вот той, о которой она так много говорила, только настоящей. И мне кажется, что все поправится. Я образовала. Тайна, а тебе как, Геологи? Понравился вот сейчас второй? Ну, да, он очень приветливый. Сейчас наедине он мне понравился, и я думаю, что еще не до конца я его знала, он намного лучше, намного добрее. Зинаида, из троих девушек можно выбрать хотя бы одну для вашего брата? Вы знаете, если быть совсем объективной, то достаточно сложно, я не могу сказать, что какая-то из этих девушек подходит ему в общении, да, но я лично бы посоветовала бы вторую участницу, поскольку все-таки наша творческая среда, и, ну, скажем так, из всех золов выбирать, если наименьшее, то, наверное, вторую с ней, по крайней мере, весело. Так, девушки, надо поднапрячься, все свои флюидики направим на то, чтобы этот мужчина вошел именно в нашу дверь. У него глаз загорелся, и она, видишь? Я все-таки считаю, что в любом случае, давайте без обид, ну, считаем, что сегодня у нас были будущие жены заготовки, еще как бы не готовы, да, но заготовки. Вот мне кажется, что именно Татьяна, она более готова, и в нее можно вкладываться. Поэтому я за Татьяночку, ну, и красотульчика, дети будут какие-то. Спасибо Розе огромное, потому что она правильно говорит, верные вещи. Мне кажется, если Марина оставит свои провинциальные штучки, Мэри, вот это сидеть, выламываться, начнет работать по специальности, по своей, ну, все-таки что-то такое пересмотрит в себе. Может быть, не с тем общается, может быть, не по то влиянию попало. Мне кажется, Марина – это девушка, которая может вас осчастливать. То есть, как только она вошла и села, вот для меня очень важны внешние сходства. Вы с ней чем-то похожи. Мне показалось, что в ней есть что-то очень приятное. Ну, вот я с вами собираюсь сходить. И я бы выбрала Марину. Я не сомневалась. Мы были уверены. Ну, он с родом. Были внешние мурашки. Понимаешь, был виден прям из края, он прям увидел тебя, и все. Ну, я тоже присоединилась к Бакларисе и сказала, что Марина – это самый очевидный кандидат. У вас нет никакого особенного сходства в гороскопе с ней, но, знаете, нет и диссонансов ярко выраженных, как в случае с Викторией или Татьяной. Поэтому, если уж выбирать, то Марина. Прислушивайтесь к себе. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону. 4-4-4-ки. Екатерина, 32 года, номер 2225. Артистка, певица. Гордится своим маленьким сыном и признается, что бывает слегка рассеянный. Познакомится с высоким, симпатичным и образованным мужчиной, который знает о настоящих семейных ценностях. Андрей, 43 года, номер 2226. Президент крупной компании в сфере управления отелями и ресторанами. Предупреждает, что не ответит на звонок, когда ведет переговоры. Предпочитает самодостаточных, добропорядочных дам с хорошими манерами. Мы не знаем, выйдет Георгий один или с избранницей. Я приглашаю всех. Давайте его поддержим. Выходите. Я очень-очень рада, что вы к нам пришли. Сегодня у нас есть пара Георгий и Марина. Мы дарим вам эти нежные конфеты «Маленькое чудо» от конфеты «Паприки Славянка». Это источник радости и великолепного вкуса. Славянка несет радость людям. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-меним героя на номер 4 четверки. Я Ларису Газееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Спасибо. Удачи. Скажите, а что вам нравится в мужчинах? В мужчинах я пусто покраснела. Хороший секс еще не означает, что это хорошая семья. Чтобы не мучить друг друга, нам лучше расстаться. Забеременела я другого молодого человека. Я лежал больной. Она меня больного выгнала из дома. У Бисера и Кирова они будут жить. В Болгарии. Сложный выбор. Три самца. Прям глаз мне оторвать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин